Привет, меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат. 10 фактов, 3 задачи из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Сунь Цзи с трактатом «Искусство войны». Кажется, это впервые в истории обзоров нонфикшн-литературы в рамках нашего проекта «Читай быстро» попадается в руки книга, датированная периодом 544-496 годов до нашей эры. Именно эти годы традиционно указываются как годы жизни философа и стратега Сунь Цзи, автора книги «Искусство войны». В нашем текущем привычном понимании литературы это скорее не книга, а свод каких-то заметок, записок, тезисов, которые действующий полководец, стратег, философ, создатель одной из самых эффективных армий Китая этого времени записал уже по прошествии всех своих побед и совершений по просьбе князя Хелуя, того самого, которому Сунь Цзи казнил двух его наложниц за нежелание исполнять приказы. В общем, такой веселый, ресурсный, крайне эффективный был дядька. Еще одна из причин, почему мы в «Читай быстро» решили уделить внимание этой книге, это то, что война у Сунь Цзи рассматривается как какое-то органическое целое, которое начинается с дипломатии, мобилизации, оценки возможностей, и, собственно, заканчивается после победы наблюдением за проигравшей стороной, за шпионажем и всеми такими вещами, которые позволяют продолжать держать ситуацию под контролем. При этом Сунь Цзи говорит, что никогда нельзя забывать о цели войны, сделать так, чтобы население процветало и было лояльным к правителю. То есть смысл войны не захватить какие-то ресурсы, территории и просто держать победу, а сделать так, чтобы население процветало, было лояльным к тому, кто эту войну развязал. Есть ощущение, что вот многие тактические или стратегические вещи, упоминаемые в этой книге, они применимы к состоянию, в которое вы или ваш бизнес входите в одном статусе, а выходите из него совсем другим, и выйти можете только в двух статусах, либо победителем с улучшением вашего текущего состояния, или проигравшим, соответственно, с ухудшением. И в этом смысле войной и искусством войны можно считать огромное количество вещей. Ваши переговоры, отношения с контрагентами, запуск рекламной кампании в Инстаграм, планирование запуска производства нового продукта. Это все ваши персональные битвы, в которых вы или одержите победу, или проиграете. И именно с этой точки зрения важно располагать такими знаниями, которые определяют искусство вашей персональной войны. Вся книга в одном предложении. Лучшая битва — это та, которой удалось избежать. Для этого ежедневно и ежечасно все ваши тактические и стратегические ходы должны быть подчинены правилам и созданию ситуации, позволяющим обыгрывать вашего противника, превосходить его на голову и, в общем-то, выигрывать битву без самой битвы. Особенностью этого обзора будет еще тот факт, что каждый из десяти основных фактов, которые мы упоминаем, состоит ровно из одного слова. Как бы еще раз подчеркиваю, необходимость выделять самое главное в момент нахождения в состоянии войны. Давайте попробуем в течение 600 секунд, сразу после того, как подпишемся на канал, нажмем на колокольчик и поставим комментарий, разобраться, в чем же заключается искусство войны. Важен просчет. По мнению Суньцзы, когда вы начинаете войну, вы должны осуществить предварительные расчеты по пяти основным аспектам войны. Суньцзы называют их основные аспекты путь, небо, земля, полководец и закон. Ну, нужно помнить о том, что он был философ. В общем, путь подразумевает оценку текущего состояния народа, его отношения к власти и возможным военным действиям, то есть состояние, в общем-то, вашей команды. Аспект войны неба означает время, которым располагает нападающая сторона, и ресурсами, которые есть у нападающей стороны. Земля — это аспект, который касается местонахождения, времени года, погодных условий для ведения битвы. В общем, всего контекста, который предполагает вашу битву. Четвертый по расположению, но не по важности — это полководец. Оценивается личность командующего войском, его талант, способность действовать хладнокровно и управлять, в общем-то, этой самой битвой и войной. И пятый аспект войны — это закон. Тут вы анализируете уровень подготовки армии, наличие боеприпасов, провизии и других ресурсов. Как только все пять ключевых аспектов войны оценены, вы должны себе уяснить, что важна скорость. Если вы ведущий стратег, то вы просчитаете возможное действие противника наперед, спрогнозируете вред, пользу от войны и возможные сценарии, которые так или иначе будут развиваться. Планирование боя само по себе подразумевает составление сначала подробной сметы, включающей материальное обеспечение войска, его ресурса, емкость и все то, что вам нужно для ведения битвы. И поэтому, если вы мудрый полководец, вы постараетесь закончить войну в тот момент, когда... ну, в общем, как можно быстрее, потому что затягивание конфликта, оно ведет к опустошению казны, к человеческим потерям, к голоду и к всему такому. Ну, и вот важно понимать, что каждый такой факт, который мы с вами проговариваем, он же не просто про войну, как боевые действия, он про переносимость на ваше текущее состояние, и вот что вы заходите в какой-то процесс, в котором вам нужно выиграть. Очевидно, что если у вас какие-то переговоры с партнерами, то вы, как мудрый полководец, будете стараться провести эти переговоры как можно быстрее, потому что если они конфликтные или ресурсоемкие, то это все приведет к опустошению казны, к человеческим потерям и к голоду. Понимаете, да? Поэтому скорость важна в той войне, в которой вы сейчас принимаете участие. Важна целостность. Грамотный полководец, военный начальник, он одержит победу, не вступая в бой, потому что намного выгоднее сохранять государство и армию противников целостности. Это вот классические слияния и поглощения, потому что если вы побеждаете без боя, вы получаете выгоды, которые вы не имеете до вступления в войну, а если вы не умеете распоряжаться своей армией, то вы представляете угрозу для страны, потому что в результате военных действий она будет истощена и вымотана. Суньцзи говорит, что победа гарантирована, если военный начальник отвечает четырем основным критериям. Он тщательно выбирает и планирует время и место воя, он абсолютно точно понимает, когда можно избежать этого сражения, он умеет управлять и большой, и маленькой армией, то бишь командой, и он использует неосторожность противника в свою пользу. Ну, в общем, любые действия неосторожные и незапланированные противника можно обернуть в свою пользу. Важна форма. Суньцзи говорит о том, что победа и непобедимость — это разные вещи. Победа — это какая-то все-таки ограниченная во времени, сиюминутная история, а непобедимость — это... Ну, то есть победа — это больше про тактику, наверное, а непобедимость — это больше про стратегию. Потому что победа связана, как правило, с атакой, а непобедимость связана с обороной. И заключается в том, что вы должны научиться сохранять свои ресурсы и помнить, что продвигаться вперед можно только тогда, когда армия достаточно окрепла и способна выиграть бой. И точно так же бизнес с точки зрения захвата новых рынков, развития новых технологий, нужно и можно продолжать только в тот момент, когда вы окрепли, стали на ноги и способны продолжать движение, а не в момент кризиса или какой-то там турбулентности. Важна мощь. Для полководца имеет значение не то, насколько большая его армия, а важна маневренность и тактика. Мощь как раз и заключается в том, чтобы обернуть силу противника против него, знаменитый Давид и Голиаф, их вообще абсолютно разные весовые категории, что не помешало Давиду победить Голиаф. А для этого вы должны уметь правильно распоряжаться собственными силами и концентрироваться на конечной цели, ради чего вы это делаете. Поэтому же мощь должна соответствовать изменяющейся обстановке и правильный просчет обеспечивает молниеносную атаку в нужное время. Важна сила. Сунь-Дзе рекомендует действовать в том направлении, которое как бы ожидает от вас противник, но делать это там 10% времени, а затем крайне резко менять тактику. Потому что он говорит, что сильную армию вам нужно утомить, хорошо снабженную лишите ресурсов. Если враг, например, укрепил свои позиции, то нужно заставить его двигаться. А если враг, наоборот, высокомобилен, то нужно воевать с ним позиционно. И для эффективной атаки нападайте на незащищенное место, потому что если противник не знает, с какой стороны ждать удар, он будет оборонять все позиции и будет растрачивать силы. В общем, факт про силу говорит о том, что действовать нужно нестандартно и действовать исключительно в тех точках, в которых противник от вас не ожидает и в которых у него нет большой компетенции для того, чтобы вас остановить. Важны эмоции. Вернее, как говорит Цунь Цзи, важно отсутствие этих самых эмоций в момент, когда вы вошли в состояние войны. Потому что древнекитайский стратег говорит, что одна из самых распространенных причин поражения это неумение полководцам контролировать свои эмоции. Очень часто главнокомандующие, в нашем случае предводители бизнесов, они впадают в отчаяние, действуют безрассудно в моменты наивысших концентраций ресурсов и в моменты наивысшей нестабильности. Это часто приводит воинов к гибели и, собственно, к проигрышу войны. Иногда полководцы поддаются страху, и поэтому солдаты попадают в плен из-за нерешительности. Излишне жесткое или лояльное, наоборот, отношение к армии провоцирует, неподчинение и расслабленность. Чистолюбие вызывает потерю хладнокровия во время боя. В общем, практически все эмоции, которые вы можете испытывать во время боя, они губительны, важен только трезвый расчет. Важны шпионы. Достоверная информация о враге помогает сформировать какой-то вам эффективный план наступления, и для этого вы можете использовать шпионов, потому что они должны, вернее, они могут не только выполнять свою основную функцию, собирать какие-то сведения, но и могут при этом дезинформировать противника. Да, это можно применить к трактату введения искусства войны, а можно вспомнить о том, что промышленный шпионаж на сегодня является одним из самых распространенных способов получения секретов о ваших конкурентах, о том, на каком технологическом уровне они сейчас находятся. И вот, казалось бы, много лет тому назад написана история про шпионаж, она все равно актуальна, и сегодня я должен напомнить о том, что если вы не занимаетесь шпионажем, то это не значит, что ваши конкуренты не следят за вами. Важна адаптация. Адаптация к обстоятельствам. Для того, чтобы изучить врага, вы должны наблюдать за ним, и поэтому поведение солдата расскажет вам о положении дел в армии. Например, если воины страдают от голода или жажды, можно использовать их слабости. Если полководец эмоциональный, можно выводить его на эмоции. Если у них есть какое-то ограничение ресурсов, то именно в эту сторону и нужно наносить самый мощный, самый сильный удар. Ну и, конечно же, важен авторитет. Полководец должен стать солдатом вместо отца, но не такого отца, который всепрощающий и вселюбящий, а тот, который исповедует принципы жесткой дисциплины. И именно поэтому солдаты уважают его и безоговорочно следуют его приказам, потому что он и справедлив, и относится с добротой, но в то же время строг и требователен. Вот, собственно, такие 10 основных важных фактов «Искусство войны». Это очень небольшая книга. Если вы не читаете ее с комментариями, то можно, в общем-то, пренебречь этим обзором и кратким содержанием, а все-таки еще раз самому прочитать, что говорит Сунь Цзы по поводу «Искусство войны». Три задачи. Как правило, из любой нонфикшн-литературы мы в «Читай быстро» выписываем три задачи в наш букнот. Это блокнот, который мы придумали тут же у нас в «Читай быстро» для осознанного чтения. Он позволяет правильно структурировать, на наш взгляд, правильно структурировать мысли и задачи из любой книги. Там есть советы по скорочтению. Все это в такой очень теплой обложке с карандашами. В общем, достаточно неплохой, как нам в «Читай быстро» кажется, подарок книга «Люба». И вот тут бы я хотел, конечно, как и в любой другой книге и обзор, на которую я записываю, сделать пометки в рамках трех задач, которые я пойду, закрою, и мне важно, чтобы эта книга принесла максимум пользы. Важны, в общем-то, вот эти вот задачи выполнить. Но есть ощущение, что суть этой книги в том, что она позволяет лучше понимать причины, последствия и, самое главное, горизонт планирования, в рамках которого движется современный Китай. Поэтому, если, например, предположить, что согласно постулатам, озвученным в трактате «Искусство войны», Китай на сегодняшний день при небывалых темпах распространения коронавирусной инфекции остается чуть ли не единственной страной, которой удалось полностью контролировать течение и распространение этого заболевания, а весь мир в этот момент полыхает в огне, то и ко всему, что озвучено в этой книге, становится вот понятно, что искусство войны — это не проведение боевых действий. И это скорее про тактику и стратегию страны, которая в перспективе ближайших 30-50 лет нацелилась на мировое доминирование. А в нашем с вами случае это про тактику и стратегию того, как выходить на рынок, закрепляться на нем, побеждать. Но, наверное, это не про сиюминутные три задачи, которые нужно пойти сделать прямо сейчас. Скорее, это про знание 10 фактов того, что действительно важно. Напомню очень быстро. Про счет, скорость, целостность, форма, мощь, сила, эмоции, шпионы, адаптация и авторитет. Вот это то, что важно с точки зрения стратегии. Такими были быстрые 10 фактов и отсутствие трех задач в рамках обзора книги Суньцзы «Искусство войны». Проект «Читай быстро», буква.инфо, книга небольшая, все-таки рекомендую вам потратить немножечко времени и прочитать ее в оригинале. Ну, не в смысле на китайском, а в смысле адаптированную языковую версию. «Читай быстро», буква.инфо, это наш сайт, приходите туда, давайте дружить, давайте проверять там скорость вашего чтения буква.инфо, слэшеробит, получать сертификаты, отвечать на вопросы и вообще подписываться на канал, ставить колокольчик, читать про блокноты для осознанного чтения, букноты, как вы уже поняли, про наши рабочие тетради, про софт-скиллык, по которым мы упарываемся достаточное количество времени на блоге, буква.инфо, слэшблог, про эмоциональный интеллект, тайм-менеджмент, вот это вот все, что делает нас чуточку лучше, эффективнее и счастливее. Еще нас счастливее делает инстаграм буква.инфо, если вы вдруг еще там с нами не дружите, то тоже давайте подружимся. Через неделю новая книга, новый я, новые вы. Читайте книги, все, услышимся. Пока.